Тема очередной серии нашего проекта наверняка затронет наибольшую, может даже максимальную аудиторию. Бюджетная недвижимость. Она всегда актуальна, просто потому что бюджет – слово определяющее не столько интерес, сколько возможности. Слово «дешево» не самое популярное в арсенале большинства риэлторов. Оно и понятно, с недорогими объектами хотят связываться немногие. Но в Турции все по-другому. В значительной степени потому, что цена является важным аргументом за при покупке недвижимости в этой стране. Излишне говорить, что недорогое жилье является таковым не потому, что продавец хочет сделать приятное вам, покупателю. Наверняка есть особые обстоятельства. В общем, они универсальны и для любой страны. Но есть ли специфика в Турции? Что такое недорого по-турецки? Сколько это «недорого»? И вообще, что скрывается за этим словом? Недорогая недвижимость Турции – это такой желанный продукт для всех клиентов, но у него есть плюсы и минусы. Для меня недорогое – это большее время старое жилье без инфраструктуры. Старое, что я подразумеваю под старым? Это жилье, которое было построено до 2000 года. 2000 года. Это в основном турецкого типа жилые дома. Максимум они могут быть с бассейном. Впрочем, как тут же заметила Людмила, в Турции и вполне массовый продукт, тот, который готовы покупать иностранцы, будет дешевле испанского или итальянского. Если разговаривать о недорогом жильем, которое бы я для себя приобрела, то это, конечно, ценовая политика уже свыше 45-50 тысяч евро. Это более новые комплексы, все же с бассейной, сауной и фитнесом. Может не быть зимнего бассейна, в случае, если это близко к морю. А так, в принципе, все остальные комфортные условия в виде бассейна, парковки, закрытой охраняемой территории, как минимум фитнес. Вот как раз такой комплекс. Мы приехали в район Авсалар. От Сура до центра Алании минут 15 на машине. А до моря метров 800, может, чуть меньше. А раньше, лет 10 назад, здесь было чистое поле, были плантации, бананы росли, апельсины. Спустя 10 лет здесь вырос большой город, большой район. Это больше летний район. Здесь очень много туристов приезжает, отдыхает только летом. Зимой здесь, наверное, будет скучно, народу будет мало. Цена в комплексах подобного типа может за квартиру 1 плюс 1. Это салон и одна спальня с одним туалетом. Можно начинаться от 40 тысяч евро. И цена будет расти выше, в зависимости от этажа, вида, сколько комнат в квартире и так далее. Вообще, в Турции очень интересная политика. Чем этаж выше, тем цена дороже. Как только появилось море, цена может вырасти тысяч на 5, а то и на 10. Если мы берем самые последние этажи, там, где мы видим горы, море, то цена, в отличие от первых этажей, может разниться в тысяч 20-30. Как справедливо заметил Павел, место это курортное. Жить круглый год можно, но не слишком интересно. Зато если только летом, прекрасно, и расстояние от моря не должно смущать, есть трансфер. Просто подбирая конкретный комплекс, учитывайте, что изобилие предложений, тем более новых, может и не быть. В подобных комплексах, как правило, вы приобретаете себе вторичное жилье. Но если мы хорошо поищем, в данных комплексах можно найти квартиру-вторичку, но в которой никто не жил. Эта квартира будет от инвестора. Есть такие варианты. Назовем условно первый проект летним. В Авсаларе жизнь замирает с окончанием сезона. Если же ваша цель жить постоянно, надо искать что-то даже с ограниченным бюджетом уже в самой Алании. Есть новая, более современная, но маленькая площадь 40 квадратных метров студия. Это тоже считается недорогим жильем. Если интересны более недорогие варианты, но новые, лучше обращать на отдаленность от моря. Тогда можно позволить себе комфортное жилье за недорогие деньги. Руслан и его семья переехали в Турцию из Казахстана. Они как раз хотят здесь обосноваться, соответственно, и требования к недорогому жилью иные. Близость к морю не столь важна, площадью можно пожертвовать, но рядом должны быть школы, магазины, в общем, цивилизация. Нам хотелось бы жить в центре и немножко вдали от вот этой суматохи всей. Мы хотели, чтобы был хотя бы как минимум летний бассейн и зимний бассейн. Но то, что здесь оказался именно тренажерный зал и различные виды развлечений таких детских и для взрослых, это оказалось большим плюсом. Нам не принципиально важно было, это новая квартира застройщика, либо это квартира во вторичном жилье. Главное, чтобы было мебелировано, можно было собрать чемоданы и просто приехать, не беря с собой вещи и не тратя деньги на покупку мебели и техники. Вот это основное. Но нам пришлось докупать посуду, нам пришлось докупать, скажем, коврики, какие-то удобства для себя. Не более того. Раз уж мы считаем бюджет, давайте оценим и ежемесячные траты в подобном комплексе. Просто, чтобы понимать порядок сумм. Айдат – это ежемесячный платеж за сохранность территории, за уборку территории и так далее, за обеспечение чистоты. Он составляет 50 евро. Мы еще не получали оплату за электричество и воду, но я думаю, что это будут небольшие суммы. Расходы на проживание в данном комплексе, наверное, скорее всего, составят около 150-200 евро в месяц. Семья Руслана выбрала небольшие, но новые апартаменты. Но если все-таки поискать вариант попросторнее, но поближе к морю, скажем, в доме прошлого века. Их же много в Алании, причем вроде как в интересных локациях. Считается, кстати, что пожилые немцы такие кварталы примечают, а вот русскоязычные покупатели не особо. Может быть и потому, что перспективы их не определены. Дома в квартале «Что за моей спиной» в течение ближайших лет будут снесены. Конечно, это не означает, что сейчас они находятся совсем уж в аварийном состоянии, но все-таки не очень опрятное место. А главное, освобождается прекрасная территория. 100-150 метров от моря, самое что ни на есть первая линия, и до центра Алании недалеко, около полутора километров. Всем тем, кто интересны именно дешевые старые квартиры, нужно обязательно учесть несколько моментов. Действительно, на такие квартиры найти арендаторов намного сложнее. Действительно, в будущем перепродать такой объект сложнее, поскольку с каждым годом, ну как бы у нас мир потребителей, мир комфорта, люди стремятся все-таки более к лучшим жилищным условиям. Соответственно, такую квартиру желающих будет намного меньше, чем на хорошую новостройку. И есть еще последний фактор, который сейчас обязательно стоит учитывать всем, кто выбирает именно старое жилье. Есть закон о реновации в Турции. Он больше связан, конечно, с крупными городами, с полной перепланировкой городов. Выпустен специальный закон, где после определенных критериев здание государства принуждает перестраивать, полностью сносить. Есть частичная, есть полная реновация. Если в Стамбуле государством предусмотрено увеличение площади, ну вот было здание пятиэтажное, государство разрешает высшие этажи, и, соответственно, вы безболезненно получаете ту же площадь, без дополнительных оплат перестраивает застройщик, который входит и зарабатывает на том, что на этой же земле строят больше площади. На Средиземноморском побережье таких преимуществ нет. Если вы покупаете старое жилье, которое может государством принудительно отправиться на реновацию, то вы можете столкнуться с ситуацией, где вам придется доплачивать за перестройку или же идти на уменьшение площади. Подведем итог. В Турции действительно много жилья за небольшие в абсолютных цифрах деньги. Обычно недалеко от моря, без особого вида и почти наверняка небольшой площади. Исключение – квартиры в домах, построенных еще в 20 веке. Но в таких местах обращайте внимание на качество дома и уточняйте свои права и перспективы при вероятной реконструкции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова